Мячики в первую, банки во вторую, полуфляшки в третью. Наводить порядок в комнате при помощи робота, наверное, мечта любого ребенка. Особенно если этим роботом можно управлять со своего телефона или планшета. Такие технологии не на каждом уроке информатики освоишь. А вот для участников профильной смены при Центре цифрового образования IT-куб, это не мечта, а реальность. Теперь я понял. А это уже другой кабинет. Здесь творят начинающие разработчики. Угол 124 градуса. Сейчас мы программируем так, чтобы телепашка рисовала фигуры, так, чтобы было все правильно и можно менять цвет, форму. Тебе как девочке вообще это интересно? Да, мне очень интересно. В будущем я хочу вступить на программирование. А еще этим детям не понаслышке знакомо слово кибергигиена. Они уже знают, как правильно позиционировать себя в сети и защититься от злоумышленников. Этому здесь тоже учат. Подумай, какие фото загружаешь в интернет, какой создашь себе образ, так все и будут к тебе относиться. Лучше не выкладывать как раз-таки дорогие вещи, личные данные, то есть номера банковской карты. Если выложить фотографию друга без его согласия, то это будет невежливо по отношению к нему. Именно такие темы должны быть в центре внимания. Когда ребенок сидит у монитора, считает методиста, ведь зачастую именно дети становятся жертвами мошенников. Приказалось бы вполне безопасном скачивании очередной игры. Дети на самом деле очень хорошо все понимают. Надо просто им показать, например, что недостаточно почистить историю браузера, чтобы никто не узнал, сколько ты часов в интернете просидел, играя в какие-то игры. Что история браузера хранится только на твоем локальном компьютере, в то время как глобально она еще во многих разных местах отобразилась и будет еще годами храниться на разных серверах. То есть нужно детям это все просто объяснять. Они тогда лучше запоминают, они тогда начинают тебе верить, они начинают понимать, что вот этот мир гораздо больше. В центре АТИКУП такие смены проходят трижды за летние каникулы. Это больше ста учеников из разных школ города. Участие в профильном лагере бесплатное, главное вовремя зарегистрироваться. А еще с сентября по май в центр можно приходить после школьных уроков и прокачивать свои скиллы в области программирования, робототехники и, конечно, кибербезопасности. Анна Рашигирова, Андрей Печеркин. День с толком.